Здравствуйте всем! Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Давайте уже начнем. Меня зовут Джилдей Сатарова. Я менеджер компании Global Compass. Сегодня мы проводим вебинар вместе с первой микрофинансовой компанией, которая согласилась поделиться информацией о том, о чем у нас очень часто спрашивают. Для начала я расскажу немножко о нашей компании, о том, как мы помогаем студентам, и передам слово нашим партнерам. Что такое Global Compass? Мы агентство по обучению за рубежом. По сути, мы помогаем студентам поехать в разные страны по всему миру. Наши студенты учатся в Европе, в Азии, в Северной Америке, и мы, как менторы, как навигаторы, помогаем выбрать наиболее подходящее направление, наиболее подходящую программу, потому что студенты разные, и им могут подходить разные программы в разные страны. Как мы помогаем? Мы помогаем определиться с профессией, то есть мы проводим профориентационные консультации. Мы помогаем подготовить документы, поступить на учебу за границей, получить стипендию в тех случаях, когда она доступна, то есть когда можно участвовать в конкурсе. Визовую поддержку оказываем всем студентам, а также их родителям, если это необходимо. Курируем во время учебы также наших студентов, потому что могут возникать различные вопросы, и мы всегда на связи со студентами, с которыми мы работаем. Также помогаем в карьерном консультировании студентам во время учебы, потому что очень важно, чтобы студенты знали, чем заниматься в свободное время, чтобы себе, скажем так, обеспечить стажировку или подработку, или работу за границей. И делимся полезными советами во время в целом работы со студентами, и в таких вот, допустим, в случаях, как сегодня, мы проводим такие вот вебинары. Провели вебинары уже по банковским картам с KCB, проводили вебинар, кстати, по медицинской страховке для выезда за границу с компанией Timepolis. Также проводили вебинар по финансовой грамотности, да, кстати, по управлению личными деньгами именно для студентов и дошкольников. Недавно проводили по электронному кошельку, и сом как раз было очень многополезно. И сегодня мы проведем вебинар о том, как получить кредит на обучение за границей. У нас можете еще посмотреть в Инстаграме прямые эфиры со студентами и с учебными заведениями, которые дадут вам еще больше полезной информации. Это вот все наши вебинары, которые мы проводили. Вы можете посмотреть, кстати, записи прямых эфиров и вебинаров, то есть мы все их заливали. Если будут какие-то вопросы, можете потом к нам еще обратиться. Это вот партнеры, с кем мы проводили мероприятия, с кем мы работаем и за что мы очень благодарны тоже им за сотрудничество с нами. Отзывы о нации можете почитать как у нас на сайте, так и на страничках в Facebook и в Google тоже, которые студенты и в целом люди, которые приходят к нам на консультацию, оставляют сами лично. К нам обратиться за консультацией на консультацию вы можете либо в Аше, либо в Вишкеке по указанным адресам, а также по телефонам и номерам, у нас он еще и на WhatsApp. Вот наши контакты. Если нужно будет, обращайтесь через Facebook, WhatsApp, по телефону или через Instagram. А сейчас я передам слово нашим партнерам. Это представители первой микрофинансовой компании «Лилия». И она подробнее расскажет уже о том, как получить кредит на учебу за границей. У нас на самом деле очень часто спрашивают и в вопросах, как получить кредит в Кыргызстане, как они не знали в недавнее время. И «Лилия» сегодня расскажет о такой возможности. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Исамбаева Лилия. Я представляю первую микрофинансовую компанию. Коротко, первая МФК, либо на кыргызском билинче МФК. Благодарю за возможность участия на вебинаре с вашей компанией «Джилдис». И давайте для понимания нашим участникам, кто мы и что, я немножко расскажу о нашей компании. Первая, так, давайте я выведу на экран. Хорошо. Ну, компания «Беринче МФК» была основой агентства «Магахана» по микрофинансированию. Штаб-квартира находится в Швейцарии, в Женеве. И наша миссия – это улучшать качество жизни людей, помогать увеличивать доходы, делать их самостоятельными, то есть зарабатывать деньги и выходить уже на более… на финансовый национальный рынок. Наши филиалы. Ну, в основном компания получила свое развитие, так как миссия компании – это развитие горных удаленных регионов Кыргызстана, то большинство филиалов находится в Орской области – это 10, в Джалабаде – один филиал, в Нарынской области – 3 и в Бишкеке – один филиал. И на данное время мы рассматриваем стратегию уже через цифровизацию для предоставления услуг через цифровые каналы по всей территории Кыргызской Республики с открытием, естественно, представительства во всех семи областях Республики. Мы активно сотрудничаем с местными банками, с местными ассоциациями, с международными организациями, с международными фондами, с банками, с учебными заведениями. В частности, например, Frankfurt School по финансам и менеджменту – это немецкая организация, которая представляет онлайн и оффлайн курсы, магистратуру. И многие из наших сотрудников прошли онлайн курсы и сертификаты данной школы. Также у нас есть международные партнеры, как AFC, USAID и крупные местные банки и, например, мобильные операторы. И немного у нас, как у финансовой организации, то есть у нас филиальная сеть, 15 филиалов. За все время работы, за 14 лет мы успели профинансировать разные нужды и бизнес более 100 тысяч человек. И также оказали позитивное влияние на более чем 400 тысяч человек в Кыргызстане. И было выдано кредитов на 10 миллиардов соков. У нас очень хороший портфель в риске, то есть мы качественно анализируем наш портфель и у нас очень большая хорошая возвратность кредитов. Давайте перейдем, какие продукты, какие кредиты мы предоставляем. Это кредиты на развитие агробизнеса, для малого и среднего бизнеса. Есть специальные кредиты для женщин-предпринимателей, есть кредиты на строительство и ремонт дома, кредиты на улучшение качества жизни. На на кредит маленькая сумма их чам, до 15 тысяч сомов он выдается через электронный кошелек нашего банка-партнера. И мы, конечно, даем кредиты на образование. Поэтому теперь уже более подробно расскажу о кредитах на образование. То есть мы предоставляем кредит на оплату обучения в высших среднеспециальных образовательных учреждениях Кыргызстана, а также краткосрочных профессиональных курсов. Так как поступил запрос о том, что можно ли получить кредит для обучения за рубежом, да, но контракт, договор о получении кредита тогда будет оформляться на родителя студента, который уезжает. То есть на самого студента, скорее всего, будет трудно, потому что мы должны видеть доход, который получается в Кыргызской республике, да. Давайте я покажу вообще, как... Вопросы, вот вы сказали, что... Да. Вопросы, вот на онлайн обучение тоже можно взять, да, кредиты у вас? Думаю, да, но нам нужно будет обязательно, чтобы предоставили справку, да, я дальше скажу об этом. Получается, инвойс нужен и договор о онлайн-курсах, да. Это все? Да, если будет вопрос, я еще... Ну, давайте. И давайте скажу об условиях. Это процентная ставка у нас такая, 30% годовых. Комиссия заказа обслуживания, это при выдаче удерживается 1% от всей суммы. Срок кредита может быть от 3 до 36 месяцев. И сумма от 10, даже от 5 тысяч до 200 тысяч сумм, включительно. Возможно ли годный период, но это на рассмотрении нашего внутреннего комитета. То есть годный период предусматривает... 3 месяца можно выплачивать только проценты, а основную сумму чуть позже можно выплатить, да. Но это зависит... Это, конечно, удобно, с одной стороны, если... Это зависит от сезонности дохода заемщика, от того, кто подает на кредит. И нужно обязательно обеспечение, это поручительство, гарантия, да, залог. Может быть, движимое, недвижимое имущество. Ну, вот движимое имущество – это автомобиль, какое-то ценное имущество в доме, либо недвижимое имущество – это имеется в виду дом, квартира, какое-то бизнес-строение, да. И, чтобы понимать, как строится, да, вот график оплаты, тут нужно обратить внимание... Жилдис? Ой, простите. Можно ли без долога взять? Да, тогда нужно, чтобы был поручитель, который имеет постоянный доход и который находится в Кыргызской Республике. То есть это могут быть родственники, родители, да? Да, 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 да. В принципе, родням тоже не обязательно, это могут быть просто знакомые, да? Да, которые выступят, поручитель, мы подпишем договор о поручительстве. В случае не выплаты кредита, поручитель будет выплачивать кредит за того, кто, ну, как бы... Он как бы берет ответственность, получается. Да, он берет ответственность. Но в большинстве случаев у нас это больше, наверное, моральное поручительство, потому что очень редко бывает, что мы очень тщательно анализ проводим, поэтому очень редко мы выдаем людям, которые изначально преднамеренно пытаются, ну, уже планируют не выплачивать кредит. То есть мы уже видим в ходе анализа, что у человека нет средств для выплаты, нет дохода, да? И в большинстве случаев таким клиентам мы отказываем. Ну, то есть человек, который подает на кредит, он должен понимать ответственность, свои цели, свои доходы и планировать свою деятельность, что в случае чего он как бы рассчитывает свои доходы, расходы, чтобы выплатить кредит. Ну, давайте посмотрим на график, чтобы понимать. Так как мне сказали, что в среднем где-то до 200 тысяч может стоить образование за один год за рубежом, и нужно учитывать то, что это будет 4-5 лет, да, правильно? Поэтому я график построила оплаты на 12 месяцев, и получается со всеми процентами, если посмотреть на последнюю колонку, да, здесь у нас общая сумма плюс налог с продаж, ну, в среднем получается, просто это график построен так, что у нас процент начисляется на остаточную сумму. Например, вы взяли 200 тысяч, и первый месяц вы оплатили 19,597. И потом уже, если посмотрим на третью колонку, где основная сумма, основная сумма у нас, то есть, так, кредитный баланс у нас стал 185,503, да, и на эту сумму дальше уже начисляется процент. То есть, сумма процента начисляется на остаточную сумму. И поэтому в итоге мы получаем примерно каждый месяц, нужно в течение 12 месяцев выплачивать вот, ну, вот около 19 тысяч с стоинами, вот, ежемесячный платеж за кредит. Есть вопросы по графику и по процентной ставке. А вот объясните налог с продаж, что это такое? Налог с продаж – это налог, который оплачивается государством. А его оплачивает… Его оплачивает клиент, да. То есть, это поверх той суммы, которую он берет, да? Это включено в ту сумму, которую он берет, плюс наши проценты. Понятно. А что происходит, если, к примеру, в какой-то месяц человек не может оплатить? Там есть ли у вас какие-то штрафы или же можно… Да, штрафы есть, штраф будет составлять просто процент, обычный процент, годовой процент. Сумма штрафа равна сумме годового процента. То есть, что это значит, вот, допустим, первый, ну, вот, вместо 20 тысяч, да, грубо говоря, он не смог оплатить в третьем месяце. То сколько он тогда должен оплатить, если четвертый он пропускает? Ну, получается, четвертый, 20 тысяч, плюс еще будет это 40, и плюс там будет где-то комиссия, ну, это будет 44 тысячи с чем-то сумму, в зависимости от какой месяц он пропустил. А может быть, допустим, родители прийти и сказали, что в этом месяце не получается, там, или сумма не складывается, может быть, сумма меньше. Можно ли откорректировать либо график, либо как сумму-выхват? Да, можно подать заявление, то есть, если была подача заявления о пересмотре графика, возможно, пересмотреть график, да. Но нужно подать обязательно заявление, и тогда будет сумма распределена, и график будет длиннее. Понятно. Скажите, кто у вас уже брал эти кредиты и вот уже выплачивались, ну, как бы спокойно уже там рассчитались с вами, то есть какие-то вот если кейсы? Ну, вот у нас такая история успеха есть. У нас клиент Бейшен, он получал свой первый кредит на животноводство, а потом он, как бы, понял, что может выплачивать кредит, и благодаря вот этому кредиту он получил еще второй кредит на образование, и его дочь Айгерима смогла поехать учиться на лингвисты-переводчиков в Турцию. А, здорово, классно. Ну, то есть, он уже, как бы, у него с вами опыт, да, то есть, он уже выплачивает кредит, и решил все-таки взять на образование. Да, да. А вот по условиям кредита, да, кто может, кто не может взять? Ну, давайте по списку документов пройдемся, да. То есть, у нас общие требования по законодательству Украинской Республики, возраст заемщика это от 18 до 65 лет, должен быть договор или справка на имя того, кто подает на кредит, или родственников прямой линии. Так как сейчас ситуация такая, что с вами студент, получается, выезжает, то желательно, чтобы обязательно родители подают на кредит, и родители выступают по договору, что они берут на себя обязательство выплачивать этот кредит. Поэтому нужно заявление от родителей, и плюс, либо от родственников первой линии, и плюс, получается, необходимо справка, invoice, да, это счет фактура на оплату, то есть, и договор об об обучении, чтобы мы видели какие-то документы, которые подтверждают, ну, куда, какую страну, сколько стоит, куда поступает, да, и плюс, когда уже будут подавать родители, родственники на кредит, нужно будет минимальный список документов, от копий паспортов, самого, кто подает на кредит супруга, супруги, здесь их брака, да, справка с места работы о зарплате за 6 месяцев, справки о пенсии, вот, уже про договор об обучении и справка с места учебы я уже сказала, да, то есть, нужны подтверждения, что вот человек поступил на учебу, invoice и так далее, что вообще для оплаты необходимо и сам договор об обучении, да, вот. Ну, вот вопрос. Да? Если студент поступил за границу, у него документы, например, на иностранном языке, примите ли вы эти документы или их обязательно нужно переводить? Переводить. Потому что у нас сотрудники филиалов работают с документацией на русском, на кыргызском. Понятно. И вот вы сказали, что родственники первой линии, это кто-то входит в эту линию, если можно подробно. Ну, родители, дедушки, бабушки, братья, сёстры, муж, жена, может быть. Ага, всё, это нормально. А тёти, дяди могут, потому что вдруг родители где-то, допустим, в России? Ну, я думаю, что этот вопрос можно рассмотреть индивидуально. Ага, всё здорово. Есть ещё вопросы? Так, вот ещё кейс, да, у вас? Да, да, вот очень интересный кейс, что, как бы, клиенты, они не стоят на месте, развиваются. Допустим, он брал вот кредит на производство мебели, и это был первый кредит у нашего клиента. Очень хороший, успешный бизнес, зарабатывает. Ну, естественно, человек не хотел брать из оборота средства на образование сына своего, поэтому он ещё дополнительный кредит взял. И теперь его старший сын учится на энергетиках. Это образование в Кыргызстане, энергетика, да. А ещё вот такой вопрос. Возможно ли, может быть, если не сейчас, но в целом, взять более, большую сумму, но с меньшим процентом? То есть планируется ли у вас такое, или же это индивидуально можно будет рассмотреть? Меньше процент, у нас чуть-чуть с этим просто нужно понимание, да, у нас в населении очень низкая финансовая грамотность, потому что все хотят низкие проценты, но мы не понимаем рынок наших финансовых услуг, да, то есть как он строится, потому что у микрофинансовых компаний плюс в скорости и качественном обслуживании. И второй момент, мы получаем кредитные средства, мы и сами берём кредит за границей, то есть у нас даже если местные заёмщики, то и рынок Кыргызстана, он очень дорогой в плане финансовой и экономической ситуации, то есть нам дают кредит под очень высокий процент, поэтому говорить о низких процентах, это должен быть какой-то грант, какой-то, то есть таких дешёвых денег у нас на рынке нету. Ну, естественно, как компания мы должны быть финансово устойчивыми, потом также поддерживать всю нашу инфраструктуру, наши зарплаты, наши расходы, да, чтобы всё это функционировало. И, в принципе, мы работаем на очень маленькую маржу, потому что операционные расходы очень большие, и тот процент, который вот я озвучила, это очень он оптимальный на рынке. То есть то, что другие, например, банки предлагают, они привлекают депозитные средства, да, они привлекают депозитные средства, например, 12% годовых, да, выплачивают, а потом эти 12% они накладывают свои внутренние расходы и там под 30% продают. То же самое, как бы, просто нужно понимать структуру формирования процентной ставки. И когда приходят и говорят, дорого, ну, я не говорю, что вот мы все виноваты, что мы не финансово грамотные. Это тоже, это такой момент, что нужно, нужно разъяснять людям, да, чтобы они понимали, как формируется. И я же до этого сказала, что процентная ставка, она рассчитывается на остаточную сумму кредита. То есть процент не начисляется на, например, вы взяли 200 тысяч, каждый месяц на 200 тысяч, нет, а на меньшую сумму. Сумма уменьшается и, соответственно, от меньшей суммы процент начисляется. Поэтому нужно понимать, что если, допустим, сейчас я, так, я остановлю демонстрацию и сейчас кое-что посмотрю, потом верну демонстрацию, да. То есть просто сказать, что, например, на 200 тысяч сомов за год, если 200 тысяч сомов взяли, то будет выплачено вместе с налогами процентов 34 тысячи 688. То есть плюс возвращаете сумму 200 тысяч за год и к ней проценты плюс налоги 34 тысячи 688. То есть... Она какая-то большая? Да. Вот. Чтобы мы... Да. Сколько человек у вас уже взяли такие кредиты, ну, или, может быть, поплатили, или вообще сколько у вас сейчас... Сколько вы дали таких кредитов там, издаваний? Вот интересно, насколько они популярны. Где-то, наверное, у нас 20, да, может быть, 30. То есть процент небольшой у нас в основном же ориентир на... на такой годоходоприносящий. Да, животноводство. Мы находимся в регионах сельскохозяйства. И обычно берут именно на развитие бизнеса, а потом уже клиент сам распределяет дальше, да, свои заработанные деньги. Там, может быть, он идет на развитие... Ну, платит на образование своего, там, ребенка в университете или в каких-то специализированных курсах. То есть... И... Да, вот так больше, наверное, клиенты больше так распределяют свои финансовые потоки, нежели напрямую. Но есть, конечно, клиенты, которые получают именно на образование. Будут еще вопросы? Вот, учитывая, что, допустим, на словах Кадемира человек взял кредит, а потом вдруг включил карантин, и он может не заплатить, на учебу не поехать. Как вообще решать? На учебу не поехать? Ну, потому что, да, там карантин же, допустим, случился, да, я просто вот думаю, вот если бы взяли бы, допустим, в январе, хотели бы уехать, но вот тут границы закрылись, и все закрылось, и, допустим, не могли бы уехать. А учебу уже оплатили? Ну, допустим, да, если бы взяли кредит и оплатили, и учебу, ну, потому что не могли бы уехать, и, может быть, они отложили учебу на учебу. Ну, да, это же форс-мажорное обстоятельство, ну, как бы, учитывая, мы, как и все финансовые учреждения, как и все банки, в этот период мы предоставляли льготный период, то есть до трех месяцев, в принципе, во время карантина, люди могли, если у них не было возможности, они не платили. А потом уже пересмотрели графики, были пересмотрены графики, сдвинутые на 3-6 месяцев. А, в принципе, вы достаточно гибкие, можете там в эти положения, да, там, и отстроиться, ну, как, изменить и график, и где-то, допустим, вот этот льготный период, да, применять? Да, 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 да. Да, это возможно пересмотреть, естественно, по заявлению, с учетом обстоятельств клиента, график может быть пересмотрен и сдвинут. Ага, а в случае, вот если студент, например, сам оберет, получается, он либо должен находиться в Кыргызстане, да, либо, если он не уезжает, это должен кто-то за него брать, получается. Да, да, да. То есть здесь такая ситуация, что важно понимать, кто будет подписывать кредитный договор, и у нас важно, чтобы доход этого человека был в Кыргызстане. Раньше мы учитывали доходы мигрантов, кто-то из семи, если мигранты работают за границей, мы могли учитывать эти доходы, но эти доходы не составляют 100% для выплаты кредита. То есть 30%, 20% мы могли рассчитывать, что часть суммы кредита может быть оплачена доходами из-за рубежа, денежные переводы. А как вам можно вот эти оплаты вносить? Можно ли вносить, допустим, вот, как вы сказали, в случае мигрантов-вредителей, за границей, там, или обязательно нужно приходить? Да, да, можно, 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 да. Можно банковским переводом, и, по-моему, вот, если вы знакомы с электронными кошельками, сейчас многие электронные кошельки, по-моему, даже можно пополнять в России. И, да, и можно через электронный кошелек оплачивать. То есть не обязательно приходить прям физически к вам в банк, и там вносить деньги, можно принесить из тамплона, да? Ну, я думаю, что если у вас здесь родственники, если вы поймете схему, как, например, оплачивать через электронный кошелек, возможно, но если за границей нет никакого способа, я думаю, что можно перевести деньги родственниками, родственники могут прийти либо через терминал, либо через электронный, либо через банковский, либо через филиал оплатить. Это возможно. Да, да, то есть можно и даже через терминал, да, если здесь? Терминал здесь, на территории Кыргызстана. Ага, здорово. Это, в принципе, очень удобно. Да, у нас уже потихоньку мы подключаем многие терминалы, которые имеются в наличии, да, то есть необязательно приходить в филиал, можно все через терминал оформить. Так, если берут бабушку и дедушку, к примеру, ну, там, или кто-то из них, и они на пенсии, но родители, допустим, отправляют деньги за границу, то есть могут ли бабушка и дедушка заключить договор, но просто предоставить документы о доходах, получается, от других людей? Ну, да, ну, нужно, чтобы там, они все равно должны показать свой доход тоже пенсию. Это, это каждый случай будет индивидуально рассматриваться, то есть мы должны анализ провести. А, понятно. А какой процент, допустим, подающих не получает этот кредит? Вы же вот тоже смотрите, кто может, кто не может получить. То есть каких... Ну, в принципе, у нас, ну, вот, где-то 80-90 процентов, кто подает, вот, они получают... То есть мы изначально, изначально уже смотрим заявку, и до, даже, до... даже до заявления мы можем отказать, потому что даже человек может не заявление даже не оставлять. мы просто проверяем его кредитную историю в КИП, кредитно-информационное бюро, и отсюда мы делаем вывод, какая у него кредитная история, были ли у него выплаты, да, то есть хорошая кредитная история, если он до этого получал кредиты, то если у него параллельны кредиты, то исходя из этого мы можем рассмотреть и рассмотреть заявку. Это все индивидуально. То есть я не могу сейчас сказать, вот вы пришли и 100% получите. Это рассматривается в несколько аспектов. Это наличие дохода, наличие кредитной истории, риски все учитываются. То есть мы отсеиваем те заявки, которые мы видим, что они не будут выплачивать кредит. Есть люди, которые финансово не смогут, и мы не хотим, чтобы он в долговую яму уходил, да, человек, мы заботимся о его благосостоянии. Второе, это которые морально уже приходят и морально, возможно, планируют не выплачивать. Такие тоже люди есть. И обычно мы таким людям отказываем. Понятно. Ну, в принципе, все вопросы, которые мне были, я вам задала, я все же все узнала. Хорошо. Я думаю, как можно обратиться, если что, если вдруг кто-то из студентов захочет, то к вам куда нужно обращаться? По номерам или прям лучше пройти в офисе? Ну, давайте я в общий чат, наверное, напишу наш сайт, то есть на сайте можно в вопросах-ответах оставить заявку и также позвонить на наш колл-центр и там предоставят полную информацию. Я так понимаю, что вы работаете в Бишкеке и в Иваше, да? Так, в Бишкеке у нас есть филиал, он находится на Чуй-Металиево, да? Так, филиал Бишкек, секунду, Бишкек, Чуй-Металиево, да? И Ош, город Ош, это улица Ленина, 313, да? Так, Ленина, Ленина, Айти, по-моему, да? Вот, и поэтому, в принципе, можно обратиться в филиалы, ну, на сайте вся информация, есть все телефоны, все адреса, информация о продуктах, можно зайти на сайт и также нас через сайт отправить заявку и либо позвонить по... на колл-центр, да? На сайте, да, есть номер колл-центра. Точка Киджи, все, хорошо, здорово. Спасибо вам большое, Лия. Вам спасибо. Ну, вот, мы эфир с Артамин, то есть мы его заведем в YouTube, потому что я уверена, что есть ребята, которым будет интересно посмотреть после, кто-то немного отключится, потому что у кого-то занятия сейчас, насколько вы знаете, занятия всех онлайн, все сидят, небось, тоже в Zoom-ах и слушают свои там лекции, семинары и так далее. Поэтому вам спасибо большое за такую информацию полезную и актуальную, как раз, потому что это то, что нас очень часто спрашивают. Мы на самом деле не знали, что есть такая возможность у студентов, у родителей получить кредит, потому что чаще всего кредиты потребительские, ну, как берут там на покупку оборудования, да, там домой или каких-то приборов, а вот на образовании я просто еще никогда не видела, и благо, что мы оказались в одном месте и в учебном заведении, да, и случайно вы поделились этой информацией. Я просто обрадовалась, думаю, ура, можно будет об этом рассказать нашим студентам. Хорошо. Будем делить информацию тоже с нашими студентами и отправлять всех смотреть наш сегодняшний вебинар. И я думаю, что кому действительно, у кого будет это необходимость, они к вам обратятся. Хорошо. Вам большое спасибо за приглашение на вебинар. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok